всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы сделать такой краткий обзор плагина микс хаб силой микс хаб от waves который вышел совсем недавно этот плагин конструировался лично крисло крисом лордом элджем это очень известный звукорежиссер который работает над rock миксами и у него есть своя аналоговая ssl консоль которую он отдал в распоряжение инженерам из waves которые сделали такой скажем так виртуальный слепок его консоли ну и собственно и здесь расположили так как обычной консоль то есть по сути в принципе этот плагин как обычно такой channel strip то есть где у нас есть секции эквалайзера секция компрессии гейта выходная секция с выходной громкостью входная тоже и так далее но по сути это такой плагин который вам позволяет себя почувствовать реально таким звукорежиссером который работает на консоли вот это очень удобно в чем здесь смысл здесь смысл в том что вы можете иметь доступ сразу к настройкам нескольких каналов из одного окна о чем это говорится вот у меня здесь к примеру я расположил вот на вот эти треки ударных по каждой свою свою версию микс хаба то есть по сути это просто как обычный плагин в котором открываем тут что-то делаем закрываем но его особенность не в этом его особенность том что он как бы и работает связки то есть все в эти плагины которые установлены они видны через как были такой глобальный меню который называется bucket view это новое новое скажем так отображение и сейчас на здесь ничего не назначено и мы сделаем это в реальном времени то есть в этом bucket view мы нажимаем assign вот у меня есть те треки на которые вообще в проекте установлен села микс хаб я пока поставил только на барабаны но в принципе это можно и нужно поставить на все треки и просто сгруппировать у нас здесь в группе может быть до 8 дорожек то есть есть у вас где-то там их больше то лучше там как-то разделить чтобы было число кратное восьми или или меньше то есть до восьми и меньше что просто это как касаемо скажем так разные листы вашей консоли как разные ну так называемый bucket и да то есть это есть bucket а когда у вас там по 8 каналов объединены какой-то иди ну общей логикой то есть не то что они как чем-то отличаются там по звучанию или еще каким-то настройками то есть все одно и то же просто чисто логика что у вас первые восемь каналов это барабаны вторые восемь каналов это там гитары следующие 8 каналов это там клавишные и так далее вот естественно здесь все это назначается и давайте сейчас я на этот первый bucket сразу назначу эти все элементы то есть вот этот первый bucket я назначаю assign закрываем и вот у нас здесь название наших дорожек также здесь отображаются то есть вот какие названия здесь такие названия здесь и я могу сразу иметь доступ ко всем параметрам этих плагин то есть к примеру я сейчас на томе допустим закладки эквалайзер просто увеличу к примеру фильтр высоких частот просто то есть просто по громкости при этом я напоминаю что у меня сам плагин открыт с дорожки кика то есть вот вверху видно что кик написано то есть я его открывал вот отсюда но при этом я сейчас редактирует том есть мы сейчас откроем дорожку том 1 и здесь перейдем в channel view мы увидим что вот он действительно подправлен сразу скажу что здесь видите глобально переключаются эти режима то есть в двух версиях бочкой том у нас они глобально переключаются закрою эту версию и открою еще раз нашу изначально то есть по сути тут вот вся отличительная особенность именно вот в этом таком скажем так experience сведения оля на консоли то есть вы сразу имеете доступ ко всем эквалайзером на всех дорожках вы сразу имеете доступ ко всем компрессором то есть если здесь переключиться на компрессию вы сразу имеете доступ к выходным секциям если мы сейчас послушаем то есть таким образом мы можем просто сразу смотреть и делать какие-то общие настройки для разных скажем так этапов обработки звука то есть мы можем сразу настроить входной уровень мы можем настроить фильтры мы можем настроить эквалайзер на каждый из элементов можем сразу компрессию то есть смотреть что происходит с другими элементами настроить компрессию того элемента на котором мы хотим сфокусироваться то есть такой интересный вариант работы сразу посмотреть какие у нас выходные уровни здесь что-то скорректировать вот и также можно конечно же использовать плагин в таком классическом варианте как мы привыкли то есть просто открывать его каждый раз на каждой дорожке и редактировать конкретный трек то есть никто конечно же не обязывает использовать этот bucket view но это просто такой интересный экспириенс я сам к нему еще сейчас не привык я с этим плагином так чуть-чуть поработал его изучил но особо его еще на практике не использовал вот поэтому честно сказать сейчас не могу оценить всю все удобство от вот такого подхода но в целом как бы все понятно вот а так это обычный channel strip и имитирующие ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс но и здесь можно прям реально добиться очень похожего звучания на аналоговую консоль то есть все здесь эти варианты есть здесь можно разгонять входную громкость как будто вы подаете действительно прям ручкой gain входное сигнал эквалайзер достаточно так живо звучащий музыкально то есть высокие частоты такие очень открытые яркие в целом вообще плагина очень интересные совета его просто потестировать на своем материале если у вас есть доступ к этому плагину и там если вы думаете приобрести есть тоже демо версия увейс то есть просто попробуйте там зайдет не зайдет так в принципе это обычная с или консоль в принципе увейс уже была версия такого channel strip а он назывался сель channel вот такая более старая версия но здесь скажет такой просто ssl без какой-либо привязки то есть такие общие алгоритмы здесь воссознанным были вот в этом channel strip и здесь же уже непосредственно консоль самого криса лорда элджа его версия здесь воссоздана в таком более скрупулезном виде вот то есть это с одной стороны и ssl общие и с другой стороны такой конкретный прибор от конкретного человека вот так что можно поэкспериментировать очень интересный плагин действительно вот этот bucket view это конечно такая интересная инновация в принципе они в рекламных роликах и использовали в первую очередь удар именно на вот этот вид то что вы можете сразу иметь доступ ко всем эквалайзером ко всем компрессором и также конечно вы можете переключаться между разными этими бакетами то есть у вас здесь 8 и 8 то есть вот сколько дорожек у вас 8 бакетов по 8 каналов у вас есть 64 дорожки возможности сюда назначить вот честно говоря я ни разу не тестировал что будет если будет дороже класс больше в проекте чем 8 по 8 но я думаю что там просто может быть хоть новый отчет пойдет честно говоря не знаю ну так или иначе плагин интересный но его можно еще раз повторюсь использовать просто как обычный очередной плагин channel strip в котором все под руками то есть вы ставите плагин у вас здесь сразу и входная секция опять же это не просто громкость это именно такой сатура сатурации то есть вы включая вот эти плагины аналог и ноис уже добавляйте определенный гармоник и звук будет такой более насыщенный более аналоговый то есть если вам не хватает этого слишком цифрово звучащий микс барабаны или там гитары то вот можно пропустить через даже просто без каких-либо обработок пропустить через эту консоль и вот эту сатурацию уже будет очень вкусно звучать миксе но опять же конечно если все использовать с умом и понимать действительно что происходит вот и тут также и секции гейта здесь есть подмешивание компрессии то есть можно как параллельную компрессию делать ну то есть принципе самые основные функции здесь есть можно конечно же менять местами порядок эквалайзер с компрессором то есть все достаточно классически и выходная секция тоже здесь можно смотреть gain reduction то есть насколько у нас компрессор глушит сигнал выходной уровень входной уровень то есть достаточно понятно и здесь также есть секции для одного waves плагина то есть вы можете добавить любой плагин из коллекции waves вот у меня не здесь не проанализированы поэтому их здесь списке нет но если добавить то можно прям сюда добавлять какой-то сторонний плагин именно от waves но в этом я особого смысла не вижу проще это сделать по привычке здесь уже в секвенсоре вот поэтому такой достаточно интересный плагин хотел вас с ним познакомить и если уже попробовали есть какие-то вопросы или какие-то замечания или интересности по поводу плагина пишите в комментариях к этому видео ну а может быть в каком-то из дальнейших курсов я более детально на нем остановлюсь если вам будет интересно попробую самостоятельно свести какой-нибудь трек используя только его то есть не использую вообще больше никаких плагинов из обработки попробую что из этого выйдет и может быть на эту тему если вам будет интересно запишу курс поэтому жду ваших отзывов жду ваших комментариев и будем на связи увидимся с вами следующих видео всем пока